Идол Идол Но на самом деле это не так Евреи сделали Идола истинного Бога И ему начали поклоняться Изготовление изображений А тем более поклонение этим изображениям Строго-настрого запрещается Одной из десяти заповедей Не только десяти заповедей, но и других заповедей Но евреи нарушают И начинают поклоняться Здесь интересно посмотреть А почему они сделали Именно изображение Тельца Ни человека Ни какого-то другого животного Почему Тельца И у древних людей Была своя иконография Конечно они не представляли Что Бог это Телец Бык Но Телец символизировал Определенное свойство Того или иного языческого Бога Ну и соответственно Истинного Бога Это плодородие Оплодотворение земли И вот Когда язычники А евреи были тогда язычниками Сделали идол Истинного Бога В виде Тельца Они как бы хотели показать Что Бог Это тот, кто Оплодотворяет землю Когда люди пытаются Изобразить Бога В Ветхом Завете Они его ограничивают И естественно Это запрещено Другая история Это история С медным змеем Евреи странствуют По пустыне Они Начинают Роптать на Бога И Бог Ислает им Огненных змей Которых очень сильно Кусают И евреи Страдают от этого Но Господь хочет Не только наказания Но еще и исправления И поэтому Через Молисея Он дает Повеление Сделать Медного Змея Изображение Медного змея Которого поднимают На шесте И евреи должны После вот этих Укусов Чтобы избавиться От страданий Посмотреть на этого змея И они тут же Исцелялись Интересный вопрос А вот Почему Изображение Именно змея Они же от змей Страдали Почему не изображение Дерево Какого-нибудь Или Какого-нибудь Животного Которого борется Со змеями Почему именно змея Здесь нужно Понять Причину Почему Евреи Страдали За свой роп То есть Когда они Смотрели на змея Они вспоминали Свой грех И тем самым Каялись Один из святых отцов Такое очень интересное Сравнение делает Замечание Он говорит Где змей Змей висел Как бы в воздухе И Когда Еврей Поднимал глаза На медного змея Он смотрел на небо А на небе Бог И таким образом Он обращался К Богу Вспоминал В своем грехе Но Медный змей Не был Богом Это было просто Изображение Которое служило Для покаяния И В священном писании Ветхого завета Действительно Есть Материальные предметы Которые Не являются Идолами Но Они Используются Для Какого-то Наставления Или научения Этот медный змей То же самое Ему Не поклонялись Как Богу Не считали его Иконой Или Идолом Бога Для них это было Просто изображение Но Потом Все изменилось И Медный змей Стал Пониматься Как Бог Ему начали Кодить Его начали Назвать Нехуштам Медный Бог И Поэтому Один из Богочих Царей Уничтожил Бог Итак Разница Между Золотым Тельцом И Медным Змеем Золотой Телец Это Ложное Поклонение Истинному Богу Это Представление О том Что В медном Прошу прощения В золотом Тельце Есть Сам Бог И Медный Змей Это Предмет Который Служил Чисто Для Покаяния Тельцом Продолжение следует...